Сегодня я с большим удовольствием в рамках предстоящего круглого стола хочу поприветствовать тех ведущих специалистов данной области. И, пожалуйста, презентацию. А, уже на экране. Наш форум, конечно же, называется «Больше, чем онкология». И сегодня я, как клинический онколог, хочу сказать о важности мультидисциплинарного подхода. Потому что, конечно же, при всем при этом наша цель, меня как клинического онколога, назначить правильному пациенту в правильное время правильный препарат. И у нас появились такие термины, как пациентцентрированный подход, мультидисциплинарный, высокоточный, комплексный и проблемно ориентированный. И, согласно тому же самому приказу, который онкологи, мы с вами работаем, и специалисты, сопряженные с данной специальностью, гласит, что в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, тактика медицинского обследования и лечения устанавливается консилиумом врачей, онкологов и врачей-радиотерапевтов с привлечением при необходимости врачей других специальностей. И, конечно же, такая необходимость возникла. Посмотрите, как много важных специалистов работает в данной области. И, конечно же, в центре самый главный член нашей мультидисциплинарной команды, конечно же, пациент. И очень важно, и в нашем учреждении уже несколько лет работает в том числе и гастроэнтеролог. И очень важно, что все специалисты, которые так или иначе сталкиваются с проблемой лечения онкологических больных, были в курсе всех тех особенностей, уникальных особенностей. И ведь наш организм – это макрокосмос. Но в нашем организме есть множество микрокосмосов, множество Вселенной. И каждая из этих Вселенной играет колоссальную роль в жизни нас с вами. И вот та замечательная совершенно фраза, которая, я вот думала, она сегодня прозвучала, не так давно прозвучала на Большом онкологическом конгрессе в Соединенных Штатах Америки, посвященному лечению онкологических больных, прозвучала. «Если хочешь идти быстро, иди один, но если хочешь уйти далеко, иди вместе». Поэтому очень важно, чтобы мы все вместе двигались в направлении, которое бы позволило нашим пациентам жить долго и жить качественно. И вот посмотрите в том комплексном подходе, который основывает этот большой дом, эти колонны, которые держат. Это, конечно же, и хирургическое лечение, и радиотерапия, и лучевая терапия, химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия. И вот как это неудивительно, иммунотерапия, которая существовала долгие годы, но вот с появлением чекпоинта ингибиторов, ингибиторов точек иммунного контроля, вдруг люди вспомнили, оказывается, у нас есть еще и микробиом. У нас есть 3 килограмма бактерий, которые могут сбунтоваться и совершенно повлиять и ухудшить результаты, в том числе иммунотерапии, того лечения, на которое мы, с онкологи, возлагаем колоссальное значение, из-за которого была не так давно вручена Нобелевская премия. В прошлом году мы попытались, ведь каждая работа, планирование каждой работы основывается на анализе. Мы попытались выполнить анализ о роли кишечной микробиоты в формировании ответа на иммунотерапию злокачественных новообразований. И, конечно же, безусловно, кишечные микробиоты являются потенциально модифицируемой единицей. Поэтому различного рода вмешательства для восстановления благоприятной микрофолы онкологических больных будет благоприятно оказываться на прогноз заболевания. И для этого, конечно же, нужно разработать и стандарты изучения кишечных микробиот, оценить факторы риска развития онкологических заболеваний, качественные и количественные составы кишечной микрофлоры, которые возникают при нарушениях, соответственно, при проведении того или иного вмешательства. И, конечно же, как вариант обеспечить донацию здоровой, полноценной микрофлоры кишечника с целью повышения эффективности иммунотерапии, именно того самого лечения, на которого мы возлагаем много надежд. И, конечно же, важно, безусловно, и определить наиболее информативный локус для анализа материала, разработать методы забора хранения, транспортировки биоматериала, если это действительно важно, а это важно, и разработать банк микробиоты, методы консервации культивированных микроорганизмов, как последующие их восстановления и синтезирования продуктов жизнедеятельности, в конце концов, изучение микробиоты. Посмотрите, как много проблем, много вопросов нерешенных, но это целый космос, это крайне важное направление, которое может повысить результаты лечения не только использования дорогостоящих препаратов. Ведь когда-то еще Гиппократ сказал, если бы человек питался столько, сколько нужно, и двигался столько, сколько нужно, мы можем изменить не только с помощью непосредственно экзогенного воздействия, мы можем изменить результаты лечения на преэндогенном воздействии. Поэтому сегодня мы здесь и проводим круглый стол. Очень важно, что сегодняшние материалы, они транслируются онлайн. Эти материалы, вы можете с ними ознакомиться на канале НИИ онкологии в Ютьюбе. Все материалы «Белых ночей» выкладываются там, и, конечно же, можно проанализировать, посмотреть, и вы увидите мнение и услышите мнение ведущих специалистов в этой области. Продолжение следует...